Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен конкурсу Человек-года 2016 и его главным фаворитом. Конкурс начинается 29 июня и продлится почти два месяца, до 24 августа. Он будет состоять из нескольких этапов. Первый этап – это отборочный тур, в результате которого останутся только 15 человек. Каждую неделю из конкурса будут выбывать по несколько участников. В финале останутся трое, победа же достанется лучшему. Зрители будут голосовать через приложение ТНТ-клаб. И голосование впервые за всю историю конкурса будет бесплатным. Алексей Михайловский, генеральный продюсер проекта, рассказал, теперь голосовать могут абсолютно все желающие, даже те, кто раньше не мог себе позволить отправлять платные смс. Мы учли опыт прошлых лет и в этот раз немного ужесточили условия голосования. Теперь каждый зритель может отдать за участника только один голос и только один раз, пока идет эфир. Так что Человек-года будет честным. В этом году в конкурсе есть некоторые нововведения. Прежде всего это сам формат конкурса, он будет музыкальным и будет посвящен умению участников петь в любых экстремальных ситуациях. Так, например, на первых съемках конкурса участники должны были исполнить один куплет и припев песни из репертуара участников Дома-2. Причем каждому выступающему всячески мешали. Ребята ожидали сюрпризы в виде крапивы, льда, лягушек-тараканов, хлопушек и так далее. В следующий раз, оставшиеся в результате голосования 20 человек будут исполнять песни в стиле шансон. То есть, как мы уже и можем наблюдать, жанры, в которых придется выступать участникам, самые разнообразные, от рэпа до шансона. Главным призом конкурса станет квартира в Новой Москве. Финалисты, занявшие второе и третье место, получат путевку в шоу-бизнес. Им помогут в развитии музыкальной карьеры. Работать с участниками будут два педагога – Виктория Ильинская и Константин Бурухин. Они профессиональные актеры и вокалисты. Посмотрим, что говорят некоторые участники проекта, каковы их прогнозы на исход конкурса. Саша Харитонова не рассчитывает попасть даже во второй этап. Она понимает, что ее зрители не очень любят. «В тройке финалистов вижу Ольгу Жемчугову, Андрея Черкасова и Марину Африкантову», – говорит Харитонова. «Победу желаю семье Жемчуговых, потому что им очень нужна квартира». Также Харитонова хочет, чтобы победил Венцеслав Венгржановский, потому что у него нет своего жилья. И победа будет хорошим стимулом для него устроить личную жизнь. Глеб Жемчугов видит тройку лидеров точно так же, как и Саша Харитонова. Это Оля Жемчугова, Марина Африкантова и Андрей Черкасов. Глебу приятно, что его жена является лидером предварительного народного голосования, проведенного в фанатских соцсетях. Но он понимает, что конкурс непредсказуем, и его результаты могут быть любыми. В свою победу Глеб не верит, а болеть он будет за жену, конечно же. Им нужна эта квартира, ведь в семье маленький ребенок. Андрей Черкасов рад, что в этом году голосование бесплатное. Ведь победа участнику достанется честным путем, и это здорово. Не будет такой ситуации, как в 2015 году, когда Андрей Чуев купил свою победу. За Чуево тогда проголосовали более чем 560 человек, выслав за него по 100 смс. И средства для отправки этих смс он дал людям собственноручно. Черкасов говорит, я безусловно хочу победить. Для меня этот конкурс – возможность показать себя зрителям, как артиста. Так что я буду бороться за победу, а болеть буду за свою девушку Стеллу. Конкурс «Человек года» проводится на проекте с 2009 года. Победителями конкурса в разное время становились Наташа Варвина, Либерж Кпадону, Влад Кадони, Алиана Гобозова и Андрей Чуев. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.